Приветствую! В Минске с огромным аншлагом прошел концерт Аллы Пугачевой. На вопрос, почему именно Минск, Алла Борисовна пояснила, что ее дедушка по отцу родом из Могилевской губернии, а значит, Белоруссия и вторая родина. У многих фанатов, как отметили они, были сомнения, что Алла Борисовна будет петь под фонограмму, но Примадонна в этот вечер была в ударе, как минимум 80% концерта. Говорят, она пела живьем. Из громких хитов в этот вечер она выбрала «Свеча горела», композицию которой она посвятила своему супругу. Уже во время своего выступления Алла Борисовна получила от имени белорусского президента цветы и конфеты. Сам президент был за границей в командировке. Были переданы его слова искреннего восхищения творчеством актрисы. Выступление Аллы Борисовны было приурочено к ее 70-летию и, как выяснилось, оказалось непредвиденным. Поклонники радовали любимую артистку бурными аплодисментами и обеспечили в зале полный аншлаг. Поддержать Примадонну приехала балерина Анастасия Волочкова, которая приняла участие в одном из номеров концертной программы. По словам Пугачевой, в ближайшие 10 лет ее сольных концертов не предвидится. «Теперь уже, если и выступлю, то только в 80», — заявила Алла Борисовна. Публика от концерта Пугачевой осталась в полном восторге, несмотря на то, что местами Примадонна вела себя несколько вульгарно. За шоу певица сменила несколько нарядов. Самым ярким оказался молодежный образ. Черная кофта, кеды, шляпа и красная пышная юбка, которую Алла Борисовна в порыве чувств, то и дело бесстыдно задирало. Отплясав два часа на сцене и, наевшись вкуснейшего белорусского сала, Алла обещала вернуться. Субтитры создавал DimaTorzok